Всем добрый вечер, я Зеев Рубенс. Мы долго не учились по самым разным причинам. Карантин кончился, сейчас, не дай бог, он возобновляется, поэтому будем заново учиться. Я шучу. Значит, у нас, я опять-таки напоминаю, мы в атрибутах Бога, и мы же дошли до сути, до отрицательных атрибутов. Мы пока что находимся в первой книге, в первой главе «Путевителя заблудших», и в самом ее конце, в сущности, Рамбом добирается, к чему он вел постепенно и методологично. А именно, Рамбом доказал, что Всевышнего невозможно описать. Да, и мы даже разбирали там одну книгу Шурукома, даже есть книги, которые там даже называют размеры Всевышнего органа, тем не менее, понятно, что это такая, на ивре театра ла, это такая сатира, ирония очень глубокая, троллинг, как говорят сегодня. И поэтому вот в главах «Конце» мы прошли 56-ю главу, это было давно, и это правда, и вот в последних главах из номеров 50-х Рамбом развивается знаменитую концепцию негативных атрибутов Всевышнего, что на самом деле, он так говорит напрямую в 58-й главе, дойдем, на самом деле самый правильный способ говорить о Всевышнем – это отрицательные атрибуты. А в конце первой части, первой главы «Конце» для заблудших Рамбом доходит до самой сложной темы, а именно доказательства существования Бога. Это настолько тяжело, что даже как бы понимая, что он имеет в виду, мы не совсем понимаем, поэтому сегодня принято говорить, как сказать, политкорректно, «Ну, ничего невозможно доказать, это вопрос выбора, есть ли Бог или нет, связано с доказательством». С точки зрения Рамбома все очень просто. Существование Бога Всевышнего можно доказать. И он этим фронтально занимается, вот после того, как он объяснит нам, что Бога нужно упоминать в отрицательных атрибутах, после этого он также займется вот и скажет, все, теперь ты понял, начинают вторую часть «Пределезоблудших», как я уже тебе доказал, что Всевышний существует, и потом, соответственно, вся вторая часть «Пределезоблудших» – это уже консеквенции, выводы из того, что Бог существует на основании логики. Окей, итак, глава 57 «Пределезоблудших», 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 первая часть. Мы говорили, я коротко, чисто методически напомню, что в 56 главе Эдапе Токерамбом говорил, что, несмотря на то, что есть в нашем мире материальные предметы, иногда чрезвычайно различные между собой по размеру, там, например, планеты и какой-нибудь там горошина, принцесса на горошине, да, тем не менее, у них очень часто есть общие вещи, общие параметры, характеристики, да, значит, и поэтому… Опять-таки, если мы даем Всевышнему позитивные, положительные атрибуты, сущий, живой, могущий, знающий и волящий, у которого есть воля, неравнодушно относящие к нашему миру, то это одновременно позитивное, значит, описание Всевышнего, оно также, мы применяем это и к другим вещам в нашем мире материалам, которые не Всевышние. И, соответственно, у человека начинает работать линкач, связь, и, соответственно, да, значит, чек начинает путать, да, потому что одно и то же слово мы говорим и туда, и туда, да, и, опять-таки, рамбом мы видим постоянно спорить с глупцами. Есть так вот глупцы, невежды, да, люди, которые стереотипно мыслят как евреи, так и неевреи, это не принципиально для него. То есть есть человек, по рамбому мир делится на умных глупых, вот такое простое деление, вот, или по, если усложнить это же заявление, мир делится на людей, которые пытаются опознать Всевышнего и которые пытаются жить без этого. Соответственно, кто пытается опознать Всевышнего, он человек умный или пытающийся быть умным, а остальные скатываются в нежистую глупость, как рамбом нам говорил, да, что люди думают стереотипно, что Бог, он как человек, только побольше и по совершению. А так почти никакой разницы, маленькая разница. Поэтому, опять-таки, вот рамбом постоянно упирается в язык, не случайно большинство глав первой части вот этого забудших, он посвящает словесному объяснению, что значит теленные слова, существительные глаголы, да, потому что, опять-таки, он постоянно разъясняет идею, что наши ассоциации, они словесные, литературные, наша фантазия в голове нашего изображения, наследствия языка. Несомненно, люди, которые говорят на разных языках, несомненно, мыслят по-разному. Это однозначно, да, поэтому все мы знаем в жизни пару языков, и мы видим, как одну и ту же мысль люди на разных языках высказывают по-разному. Соответственно, эти люди и себя, и картину мира, и Всевышнего описывают и ощущают по-разному. И в этом, в сущности, сложность всех гугл-транслейтов, когда ты переводишь не только язык, как некую схему, ты переводишь ментальность, ты переводишь культуру и образ жизни, образ мысли. Поэтому есть масса языков, масса языков, которые все эти гугл-транслейты переводят с большим трудом, если вообще правильно. Скажем, разные восточные языки, да, возьмите там какой-нибудь, просто скопируйте фразу на арабском и получите перевод. Вы видите, мы понимаем все слова, вообще не понимаем, про что люди говорят. То есть арабы мыслить очень определенным способом. И поэтому, чтобы понять, что тебе сказано, нужно знать не только сами слова, а и культуру, и мышление. Это что мы называем ментальность, менталитет. Поэтому, опять-таки, Рамбам очень четко это ощущал. Рамбам знал не один язык, он, конечно, превосходно владел арабским. Собственно, путеведитель заблудших написан на арабском, на арабско-еврейском, да. Вот, поэтому Рамбам знал иврит, он, видимо, мог читать труды на греческом и латинском. Я не знаю, сколько он мог говорить. Но, в общем, Рамбам знал языки. И поэтому он постоянно подчеркивает, что очень часто связь между словами, она чисто словесная, литературная, на самом деле абсолютно разные вещи. И вот в эту логическую ловушку мы, как люди, падаем. И поэтому Рамбам настаивает, что Бога не нужно описывать позитивными терминами. Мы автоматически их привязываем к каким-то абсолютно небожественным вещам, которые нас ведут в заблуждение, в ошибке. И поэтому, когда мы будем описывать Бога в отрицательных эпитетах, это автоматически, может быть, это тоже не точно, но это автоматически убирает часть ошибок из нашего понимания. Потому что, опять-таки, мы говорим, что мы все люди, мы мыслим по аналогиям. Более того, мы, зная себя, точно так же говорим, окей, все люди, как мы. Это не так, да? Помните, мы говорили, что Рамбам спорил там с группой философ, как говорили, зная человека. Мы говорили по образоподобию, да? Что, зная человека, так как Бог спорил человеку по образоподобию своего, зная человека, мы узнаем Всевышнего. Такая вот мысль незатейливая. И он, конечно же, Рамбам резко возражает против этого. Он говорит, во-первых, эти люди и человека не знают. А в то же время, даже если бы они знали досконально человека, все равно нет никакой связи, да? То есть, нет подобия. То есть, есть некое духовное подобие, но не более того. Окей. Это напомнить то, что было. Итак, глава 57, будет растерянных первая часть. Рассуждение об атрибутах более глубокое, чем предыдущее. Предыдущее – это, по Рамбаму, как правило, предыдущая глава. Если нет, он намекает таким линком, словами, если это не предыдущая глава. Известно, что существование – характеристика, присущая всему сущему. Следствие этого, аспект, достойный к его сущности, это положение ясно непреложено. В общем, перевод. У всего, что есть в нашем мире, как живое, так и неживое, есть существование. Существование – это разное существование, но принципиально человек, животное, дерево и стул – они все существуют. Опять-таки, другое дело, что кто-то движется, кто-то не движется. Мы говорили, что Рамбам упоминает одна из очень хороших характеристик живого – это движение. Поэтому стул, камень – они не живые, они не двигаются сами по себе. Однако у того Всевышнего, чье существование не обусловлено причиной, то есть все предметы нашего материального мира – молчащий, камень, растительный, травинка, дерево, животное и человек – у всех есть талинная причина, да? Например, все эти вещи родились в наш мир. Даже камни, там, х лет назад, они родились в этот мир. То есть можно представить себе реальность, где нет камней. Но Всевышний, однако, его существование не обусловлено причиной. Перевод. Всевышний не родился. У него нет дня рождения. Это, опять-таки, мы увидим потом, что Рамбам эту мысль разовет. У него будет отдельный принцип веры, который называется, что Всевышний – первый и последний. Это некая цитата из Ишайя, а мы увидим. То есть это принцип очень важный, потому что, опять-таки, были версии у древних греков, и не только, что есть некая цепочка порождения богов. У греков был некий демиург, такой протобог, который там кого-то породил, сценарист, там, голливудский, афинский. Значит, опять-таки, мы говорим, что Рамбам разбирал две идеи, что мир вечен и мир сотворен. Он говорит, я могу тебе доказать, что мир вечен, и могу согласиться. С этим можно жить, будучи любезным человеком, но это все равно неправильно. Я склоняюсь к тому, в рамках логики чистой, я склоняюсь к тому, что мир сотворен, но это наш мир сотворен, у нашего мира физического материального, вся Вселенная, есть день рождения. Это то, что вот сегодня наука считает момент большого взрыва. Всевышний же не родился, он не обусловлен никакой причиной. И его существование, соответственно, есть сущность и истинная реальность, а его сущность – это его существование. Вроде по-русски звучит похоже, но ирития по-арабски не то же самое, а не сущность, с которой случилось сосуществовать. Или что-то добавочное к нему. Мы помним, что Рабам отрицал таких богов или полубогов-помощников. Помните, он брал этих вот мутакалим, исламских ученых-рационалистов ранних, которые шли от обратно, допустим, бога два, и доказывают, что это невозможно, значит, бог один. Значит, он смеялся с этого типа доказательств Рамма. Итак, ибо он, Всевышний, необходима сущность всегда. То есть наш мир обязательно, маст, должен обладать Всевышним. Если Всевышний войдет, наш мир рухнет. Это то, что написано у нас в молитве, что Всевышний оживляет наш мир каждое мгновение. Поэтому, опять-таки, у нас есть там утренние, вечерние молитвы временные, которые, да, вот там есть цифровые тексты, которые говорят, которые, значит, вот Всевышний там заводит солнце, напускает ночь, приводит утро и так далее. То есть, казалось бы, это тривиальные вещи. Солнце всходит и восходит на западе и на востоке. Тем не менее, опять-таки, можно логично предположить, что это необязательные вещи. И тогда наш мир попадет в лучшем случае в хаос, если вообще будет существовать. Поэтому, опять-таки, Рамбам определяет Всевышнего, что он необходима сущность всегда для нас, для всех, для нашего мира. И он не подвержен изменениям и случайностям. Мы увидим, что так же, как и Всевышний не подвержен изменениям, у Рамбам будет потом принцип, что и Татора не будет изменена. В принципе, многие раввины, в принципе, Рамбам отделили на разные группы. Мы сами это можем сделать, довольно несложно. Например, первая группа принципа веры говорит про Бога. Вторая группа принципов будет говорить про Тору в середине. Третья группа, можно сказать, говорит по пророчеству. И поэтому, опять-таки, есть корреляция, есть некая связь между тем, что Всевышний подвержен изменениям и Тора. Это вся устная письменная не будет изменена. И так же, Рамбам, обратите внимание, отвергает случайности. Случайности – это вот, ну, опять-таки, Рамбам методичное что-то другое, но нам это сегодня прекрасно подходит. У нас есть люди, которые верят, что мир случайен. Это даже не атеизм, это что-то… Я даже не знаю, как определить. Агностицизм, опять-таки, это вот позиция, которая говорит, можно и то, и то доказать, нет доказательств того, и другого. Атеизм – это твердая вера, что Бога нет. Человек учил, изучал. А есть что-то другое, когда масса людей в нашем мире, как евреи, так и не евреи, верят, что в мире все случайно. Вот, какая-то бабочка там взмахнула крыльями, и там на другой стране планеты пошло не знаю что. То есть, это даже не вера, это некие какие-то постулаты, которые абсолютно алогичны, они нелогичны. Если все случайно, то тогда нет смысла масса наших действий. Если все что-то делаешь, бабочка взмахнула крыльями на другом конце планеты, и все там, что мы работали годами и столетиями, все рухнуло. Поэтому нельзя сказать, что это вера в случайности, это такая уж логичная структура мировоззрения, но сегодня, опять-таки, она имеет место быть, вот как взгляд из самых комплексов, салат, идей. Итак, возвращаемся к Всевышнему. Следовательно, Он, Бог, существует несуществованием, как мы, живые организмы. То есть, например, когда живой организм умирает, Он перестает существовать. Да, то есть, мертвое тело животного или человека, оно еще немножко существует в материальном мире, потом разлагается. Да, поэтому для нас жизнь тождественна существованию. Да, а разве это жизнь, существование? Окей, это все такие шутки и наблюдения, да. Но, в принципе, у нас, у людей и у животных, и у растительного мира, жизнь – это существование. А у Всевышнего это не так. И подобно тому, как Он не живет жизнью в нашем понятии, Бог не живет жизнью в нашем понятии, Он может не мощью в нашей понятии, Он знает незнанием в нашем понятии. Это у себя такое, обратите внимание, все эти дефиниции мы приняем к себе. И пытаемся также одеть на Всевышнего. Да, то есть, то, что там говорит Рамбам, что его жизнь – не наша жизнь. Его мощь и могущество – не наша мощь и могущество. Ее знание – наше знание. Да, но все сводится у Всевышнего к одному аспекту, в котором нет множества, который мы разъясним. Окей, это некое-то единство Всевышнего, уже Рамбам писал, он еще объяснит, что все в Боге просто – это некий единый аспект. В сущности, Рамбам здесь пересказывает пророка Исаио немножко другими словами. Завтра у нас пост 17-го Томуза. Опять-таки, проблема с этим вирусом сегодня, как, что. Многие раввины дали уроки, написали, что, чего. В общем, коротко. Все, кто здоровы, должны поститься. Все, кто нездоровы, абсолютно не должны. Это коротко, поэтому там чек. Равлау написал в сах сегодня. Чек, у которого температура 38 и выше, не постится, и даже не должен потом делать ташлумим на пост, когда-то потом сделать пост. То есть, сегодня не получилось, делай через две недели. Всего этого нет. Так вот, на автору в Минху в пост есть 17-го Томуза и 9-го Ава. Читают Тору и на Минху, это довольно редкая вещь. Более того, есть даже автора, глава из пророка. Глава из пророка завтра будет на Минху. Глава из Исаии, 50 какая-то, 54-55, если я правильно помню. В общем, одна из последних его глав. И Исаия там говорит, что так же, как велика разница между небом и землей, так и мои пути отличаются от ваших путей. То есть, вот эта вот идея Исаия ее развивает, что то, что я вижу, это не то, что вы видите, то, что я думаю, это не то, что вы думаете и так далее. И Рамбом это вот пишет своим языком, что наша жизнь не его жизнь, наша мощь не его мощь, наше могущество не могущество, знание не знание и так далее. Опять-таки, у нас нет другого языка, мы обязаны как-то описывать Всевышнего, но Рамбом принципиально объяснить лингвистическую разницу. Также следует знать, что единство и множество, и множественность есть акциденты, характеристики, случающиеся только с сущим, только с существующим в нашем мире. Там, может быть, одинка, может быть, много, деревья, растения, люди, поскольку оно множественно или едино, как разъяснено в метафизике. Это метафизика, если помните, Аристотеля. Он, Рамбом много упоминает эту книгу-метафизику. Здесь Равкапах нам пишет, что это метафизика, шестая книга, шестая глава, сори, четвертая книга, шестая глава и десятая книга, вторая глава. Поэтому там уже вот Аристотель занимается единством и множественностью. И Рамбом это его определение воспринимает полностью согласностью. И поэтому, Грири, Рамбом обвиняют, что Аристотель, всякобинец, революционер. И так же, как число не есть само исчисление. Обратите внимание, число, любовь, не есть само исчисление. То есть число – это, опять-таки, некая соглашательная формула, как мы описываем какое-то количество. Кроме того, что в разных языках это описывается по-разному. Например, мы по-русски говорим 26, по-немецки говорим 620. И в Торе так написано 620. То есть мы видим даже здесь разница ментально-психологически-культурная. Ты можешь очень по-разному, даже, казалось бы, стандартные вещи описывать как цифры. Тем не менее, сама система исчисления. Исчислять – это можно тоже по-разному, правильно? В Вавилоне было знаменитое исчисление на 60, потому что секунд, 60 минут и так далее. В Риме было 10 декады, поэтому у них там было 10 дней в неделю и так далее. Но, в общем, опять-таки, систему подсчета есть самые разные. Поэтому Рамбам напоминает нам, опять-таки, то, что мы по привычке смешиваем, что число, цифра – это еще не исчисление. Это не то же самое. Единое не есть то же самое, что сама единая вещь. О как! Ибо все это – характеристики, акциденты, относящиеся к роду дискретного количества. Опять, дискретное количество – это некий термин, про него писал этот Авиценна. Авиценна писал и Бенсинна по-русски. Значит, книга знаний. И там, значит, он дает определение, что такое дискретное количество. Однако, эти вот дискретные количества соответствуют сущим, существующим предметам, предрасположенность принимать подобные характеристики. Но для того, кто необходима сущ для нашего мира и прост в выставе смысле слова – это вот этот единый аспект, что Бог сложен и одновременно прост. Ромба мы тоже упоминал. Кому никоим образом не сопутствует сложность, дай, все гениально и просто, Всевышний очень сложен, на времен опрос. Мы просто не можем понять эту простоту. Кому никоим образом не соответствует сложность, в той же мере, в какой не мыслим, не мыслим, а характеристика множественности для Всевышнего. Это он уже давно утверг и опровергнул. Для того, для Всевышнего немыслим и акцидент единства, характеристика единства. Почему? То есть, единство не есть нечто добавочное. Одна из дополнительных характеристик, то есть, высшим там, словно говоря, я смеюсь, красного цвета, он очень мудрый и единый. То есть, у него есть там где-то характеристики. Так вот, это не так. То есть, его единство – это не добавочная характеристика, это его основная, первая и последняя характеристика. Потому что, если единство Всевышнего – это будет одна из двух атолистик, то тогда это некое добавление к чему-то уже существующему. И не рассматривая эти… В общем, по-русски это звучит вообще сложно. Поэтому надо попытаться понять суть, к которой мы вкладываем эти слова. И не рассматривайте тонкие, почти усказающие от сознания предметы. Да, что его знание, наше знание мы еще можем понять. А вот то, что Всевышнему и характеристика единства не подходит, это уже сложно. Не полагайся на привычные выражения, которые являются главнейшей причиной заблуждения. То, что мы сказали, что наши выражения, которые мы применяем к себе и к нашему миру, они основные причины человеческих заблуждений, когда мы это протягиваем и распространяем на Всевышнем. «Ибо дорозительные возможности любого языка, любого, любой ментальности, крайне недостаточны для нас, Рамба метилу себя, так, что мы не смогли бы сформулировать эту концепцию, концепцию Всевышнего, не будучи снисходительными точечностями выражения. То есть, людям, которые изучают божественность и даже поняли ее, допустим, в той или иной степени, чрезвычайно сложно передать то, что они поняли. Почему? Потому что даже эти люди ограничены языком. То есть, наш язык, любой, любая культура, любая ментальность, любой язык сдерживает нас, ограничивает, искажает. В сущности, подобный же корень лежит в запрете там не рисовать Всевышнего, не изображать и так далее, потому что, опять-таки, там стоит та же самая идея, что все вот эти вот вещи искусства, рисунки, живопискульптура, они уменьшают Всевышнего, они искажают его истинную суть. И поэтому, в каком-то плане, этот вот отрицательный подход атрибута Врамбама лучше никакого рисунка, чем неправильный рисунок. Потому что из неправильного рисунка можно вынести, ого, какие неправильные консеквенции выводы относительно Бога и смысла жизни. И поэтому, когда мы, Рамбам, намереваемся указать на то, что божество, божество немножественно, опять-таки, божество – это Рамбам пишет по-арабски, лакут, в такой нейтральной форме, по-русски – это средний род. Можно просто сказать Бог, хотя, опять-таки, мы говорим Бог мужского рода. Сегодня у нас, да, вот феминизм и все. И есть очень интересные феминистки, которые говорят следующую идею. А почему мы говорим «Благословен ты, Господь, там, Царь Вселенной?» Почему мы не говорим «Благословенна ты, Госпожа, Царица Вселенной?» Почему мы не говорим женского? Почему мы говорим мужском? Что за шовинизм? Между нами зерно справедливости в этом утверждении есть. То есть, из того, что мы записываем и на иврите, и по-русски, и на других языках, в мужском роде, все наши молитвы и формы, получается, что Бог – мужчина. Кто сказал? У него нет пола. Поэтому такие вот радикальные феминистки есть такие, но в основном это, скажем, движение реконструизма. Это еще левее, чем реформистское движение. Либералы в Германии, реформисты в Америке, в Знай. Так вот, наибольшие, значит, радикалы из реконструистского иудаизма, это был такой знаменитый Раф Шехтер в Нью-Йорке. Значит, он, он же умер. Значит, его, значит, часть его последовательниц Равинш, они, я видел эти тексты, я даже иногда встречал этих людей, женщин, они говорили свои молитвы в женском роде. И было там течение, что некоторые молитвы они говорили Бог-мужчина в мужской грамматической форме, а некоторые, значит, молитвы в женском грамматическом Бог-женщин. Есть там определенные чередования, целая концепция, как что. Это не просто чувство, что женщину обидели и Бога там написали ему М на его двери. Это не только это. Это попытка по-настоящему оснать божественность, пусть приобретающая карикатурные формы. Но здесь мы очень четко видим, что наш язык это самое лучшее, что у нас есть, мы можем общаться. Животные почти не общаются на языке. Мы говорим, что Абюда Олевия характеризует человека как говорящий, медабер. А с другой стороны, наш язык нас ограничивает. То есть, это как это сила и слабость, плюсы и минусы любого нашего человеческого языка. То есть, мы язык это прекрасная штука и одновременно ограничивающие, очень неточечные. Вот Бог в мужском роде. И поэтому стандартные представления о Боге, что он мужчина, да? Мы говорим, Отец наш, Отец Небесный, реформистки. А почему мне Мать Небесная? Мы учили там про Йова, да? Так Йов там говорит, я сейчас на похороны, я взял, в Дишковицу к нам на Украину, наш общий обынок. И там, значит, Йов говорит, Нагим я вышел из земли и ноги, Нагим я вышел из чрева матери моей. Это последние два предложения первой главы. И Нагим вернусь я. Нагим вышел из чрева матери. Понятно, ребенок рождается там, да, не с ложкой в руке золотой и не в рубашке. А что значит вернешься? Так вот, Кабинета говорят, что Йов имеет в виду, что земля, она в воспринятии многих культур и языков снова ментальность и психология, она мать, родина мать. То есть я вышел из матери одной, из своей мамы физической, вернусь другую мать в землю. Это то, что мы говорим на похоронах ты прах и в прах вернешься. Это то, что Бог говорит там Адаму в начале Торы. Да, то есть вот пример, когда вот мать, землю мы воспринимем как мама. Родина мать. На многих языках, не только по-русски. А в то же время есть определение отчизна по отцу, по мужчине. Фатерланд в Германии. Отчизна. То есть иногда родина она мама, а иногда родина он папа. Фатерланд. Опять-таки яркий пример того, что наши языки это супер штука одновременно далеки до совершенства. Поэтому у нас и родина то мама, то папа. Должен пример. На самом деле ведь родина не мама, не папа. Это мы просто, чтобы как-то ассоциировать нам близкая и понятна тема мама наша, каждого своя физическая. Соответственно, теперь чувствуешь, что мы питаем к ней, она к нам. Мы пытаемся метафорически перенести на свою страну, на свою землю, на свою родину и так далее и тому подобное. Поэтому опять-таки это вот пример таких заимствованных метафор, которые мы применяем к земле, родину, мать, государство и тому подобное. Отчизн. И поэтому опять-таки нужно это просто четко понимать, что так же, как у Бога нет множественности, так и у него нет мужского и женского рода. Вся эта дихотомия на мужской и женский вся эта двойственность 1 и 0. Она сегодня многим людям понятна настолько, что в продвинутых феминистских странах не пугайтесь, типа некоторых скандинавских, нет мужских и женских туалетов. Не подумать, там не общий туалет, но там просто приобретаешь в аэропорт, в Данию, в Швецию, и там просто кабинки. Все. То есть не написано ни М, ни Ж. Да, то есть вот это вот все делится на двое, мужчина и женщина. Люди понимают, что это все деление как минимум проблематично. Хотя понятно, оно существует в реальности. Тем не менее все консеквенции, все выводы из этого они проблематичны. Да, там сегодня в университетах люди обучают. Почему девочке нужно обязательно быть в розово, а парня в синее? То есть некие гендерные стереотипы. Каптер опять-таки имеют как плюсы, так и минусы. В другом случае все разделение на два. Мальчики направо, девочки налево. Люди понимают, что сама жизнь настолько совершеннее, что есть некая проблема в этом, поэтому опять-таки уже есть страны, которые не делят людям по полу на уровне туалета. На сегодня там есть третий пол, в Германии уже официально я заполнял алкету, там было М, Ж и Д, диверс, разная, под разное все что угодно в ходе, уже есть третий пол. Окей, мы, конечно, не согласны, но окей. То есть, поэтому, то, что нам хотят сказать опять-таки, что вот это все деление на два, один, ноль, черно-бело, мужчины-женщины, или Бог, он мужчина или женщина, это все изначально очень так схематично, проблематично. Это то, что и сегодня люди понимают, Рамбам про это пишет задолго до феминизма, задолго разделение на родину-мать и на Фатерлан. И поэтому, когда, возвращаюсь, когда мы намеемся сказать, что божество немножественно, божество немножественно, мы не можем, пытаясь высказать это словами, кроме как он один. То есть, другую формулу, кроме как слов, что Бог один, мы не можем описать. То есть, наши слова, которые нас ограничивают, самые вот относительно идущие в сторону вот это вот абсолютное в единстве Всевышнего, что он один. Но это тоже не идеальная формулировка. Несмотря на то, что единое и много в сущности разновидности количества. Да? То есть, единое и много. То есть, мы говорим единое Божие, много Божия, количество. То есть, момент, когда мы говорим, что Бог один, с самой цифрой, входим на территорию количества, в скобках и качества. Да? Поэтому это тоже не перфектно, не идеальное высказывание. Бог один. Это то, что нам ромбом здесь говорит. И потому мы, ромбом, выражаем кратко это понятие единства Всевышнего и направляем ум человеческий, ограниченный словами, языком к истинному постижению этого предмета. О, истинное постижение человека, это постигать Бога, говоря, ромбом дает другую формулировку единства Всевышнего. Знаете, какую? Он един не единством. Как вам? Он един не единством. Это вот его попытка ромбома, как пишет Равкапах, значит, здесь он принимает интересную попытку определить Бога позитивно. Это в скобках, да? То есть он сказал, что определить Бога позитивно невозможно, неправильно, тяжело. А здесь все-таки он вот дает некую попытку дать позитивный предикат, позитивное описание Всевышнего и оно звучит странновато, прямо скажем. Он един не единством. Кроме того, что мы к этому не привыкли, это звучит как минимум странно, непонятно. Это то, что мы сказали, что мы мыслим стереотипами. Мы привыкли, мы слышали, Боги, дим, анатеизм, он один, их не два, не сто. К этому мы привыкли. Но опять-таки любая цифра, любая цифра это количество. И эта характеристика нерелевантна. Божеству. И эта фраза, он един не единством, она сходна с тем, что мы говорим по-арабски Работу пишет Кадим Привечный, говоря по-русски. Указано то, что он не имеет начала во времени. То, что мы сказали, что Бог не родился, он вечен. И поэтому мир вечен. Ссори, мир не вечен, мир сотверен, а Бог вечен. Но в нашем выражении древний на Иврите в молитвах и в Томуде Ати-Кью-Мин древние днями значит там Маше, Робейну, видно горе Синай, как седой старец. То есть у нас древний человек это седой, что люди сидели. Может быть древний там с ярко-черными волосами, может быть. Средневековый поэтик описывает Всевышнего как и древнего и юного одновременно, который может выглядеть по-разному. Он юный, древний, одновременный может быть абсолютно черный, как молодые парни. Да? Но в нашем выражении древний заключена явная и очевидная неточность, поскольку древним можно назвать лишь то, чему соответствует время, являющее акцидентом движения, характеристика движения. То есть и так мы говорим, что Всевышний вне времени, он одновременем, в сущности время изобрел. Поэтому, говоря, древний, мы помещаем его в наши нормальные рамки человеческие. Даже человек там, да, мы помним про его говорили, сколько он жил, долго жил и так далее, и так далее, и так далее. Да, вот про Руд шавод читали, там, мудрецы, мидраж, там, протягивают эту жизнь, там, чуть ли не до царя Соломона, вот, много поколений, явно больше 100 лет. Это древний, древнечек, тоже долго, да, там, в Метушелах, там, да, который жил там почти тысячи лет, он древний, да, но опять-таки, древность, возраст, количество характеристика, начало и конец, все это не подходит Всевышнему. А все, все, так мы сказали, что древняя, сказав древнее, ты говоришь время, сказав время, ты сказал движение, сказав движение, ты сказал физическое тело. Не обязательно черческое, может быть, камень, да, древний камень, древнее дерево, и так далее, поэтому опять-таки, есть вот такая вот цепочка, которую опять-таки, рамбом очень чутко и остро видит, что мы не всегда замечаем. К тому же, это выражение, древний, что Всевышний древний, принадлежит к категории соотнесенного, соответствия, параллели, сейчас увидим, ибо сказать древний в связи с характеристикой времени, это все равно, что сказать длинный или короткий в связи с характеристикой протяженности, физической, да, то есть, опять-таки, есть параллели там между древней, опять-таки, это длина времени, да, мы время измеряем длиной, мы смешиваем время и некую физическую там протяженность, да, это разные характеристики, поэтому, сказав древнее, это все равно сказать длинный, там, юный, короткий, мало жил еще, да, и ни о чем из того, чему не соответствует характеристика времени, не говорится, древняя или новая, например, так же, как о сладости, не говорится, что кривая или прямая, это нерелевантная характеристика, да, сладость может быть, очень сладость, немного сладость, там, да, и так далее, но кривой или прямой, это не характеристика сладости, то есть, это нерелевант, не относится к этому поэтому да опять-таки мы не говорим относительно всевышнего древние или новые да и и мне говорит то же самое продолжает ромба мы не говорим о звуке о звуке что он соленый или пресный характеристика воды эти вещи вот эти вот аксиденты характеристики разных явлений не укроются от того кто приучил себя к осмыслению вести на суть этих понятий это в сущности то что рамбов занимался большую часть первой книги первой главы путей для растерянных он разбирал слова и давал помнить истинное значение что мы привыкли там это на самом деле истинное значение такое иногда там рамб придут пять-шесть смыслов слова и последняя последнее значение всех этих слов всегда как это относится со всевышним если мы приклеиваем тулью характеристику к всевышнему мы говорили что хорошие вещи тоже связано с людьми хорошим и приклеиваем условно к всевышнему до что он мудрый а все что плохое относительно человека мы к нему не связываем потому что даже у нас это считается где нехорошо тем более ему это недостойно там заворот кишок то язва желудка и тогда поэтому такие вещи муки богу не применять и поэтому опять таки нужно постигать истинную суть понятий выражений слов и тот кто рассматривает эти слова такими какими они постигаются разумом и абстрагируются ими туда рамбом видит не только смысл слова терминов он видит их пытается понять и связать возможную абстракцию если она существует существует и как это абстракция связано со всевышним они той общности на которой когда слова опять-таки наши слова во всех языках они указывают на общность да и это выражение подходит и это 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 да да сладкая мед сладкий конфеты сладкие и там чик же горит мужу жене ты мой сладкий ты моя сладкая да к примеру на то все это общее которое обобщение да то есть мы выходим за кулинарные там моменты сладости или горечи горький момент сладкий момент сладкая жизнь это все в общении который рамдом пытается сказать что они может на человеческом низкие хороши но они же одновременно ограничивают нас в понятии и описание божественность и всякое выражение описания тонаха который описывает его это то что там там 48 глав делал да да произнесется его имя как первого и последнего рамбом напишет один из принципа веры что он первый он последний имеет тот же статус неверности это неверное утверждение как и те которые приписывают ему глаза и уши мы же говорили да что там глаза и уши всевышнего нос рука нога трон это все метафорам это уже долго долго обсуждали верно рамбом это долго последовательно все выводил в метафоры это действительно наш классический еврейский подход делал писали и подразумевается в нем в этом подходе метафорическом то что он превознесён а не подвержен изменениям и никоим образом нет в нем ничего возникающего бога ничего не рождается это может родиться дети там внуки идеи какие-то родиться на но не у всевышнего а не то что он превознесенный существует во времени и возможно быть может можно ставить некое соответствие между ним и чем-то другим существом время то есть еще раз нет никакого соответствия никакой корреляции зависимость если хотите между всевышним и вот всем остальным существующим во времени планеты звезды галактики люди камни нет корреляции есть связь с этим управляет но зависимости всевышний вот эти вещи нет все вещи нашего мира зависят от него это дайте то что мы сказали всевышний оживляет наш мир окей и опять таки нет никакого всего этого нет но все это вот это вот словесная обобщенность между предметами нашего мира всевышним это выражение соответствующую языку снов человеческих на то что мы говорили в талмуде дебра тура кишом ли адам говорила тура чеческим языком на это вот наш общий подход ко всем антропов 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 антропоморфизмом а человечеством всевышнего да мы тоже долго говорили это вот правило которое дает мидраж которая мудрицы средневековая ибнерзе его особенно любил цитировать на что тора говорила чеческим языком и так как мы обобщаем договорим там а сладкая жена мы сладкий муж сладкий сладкий сын дочь то мы обобщаем да и поэтому да значит мы говорим как у нас глаза так и бога глаза но понятно что за метафор это не так и подобное тому в нашем речении право разглашение то что мы говорим устами единственные что бог единственно подразумевается то что нет подобного ему миха моха кто как ты а не то что это с единственно существует сопутствует его сущность то есть рамбом заканчивая что когда мы говорим единственный это не то что единственность это характеристика бога мы сказали бога нет даже это характеристика не подходит а единственное что нет никого подобного тебя за ретина нет никого подобного тебе это отрицательное описание отрицательный атрибут окей поэтому мы сегодня остаемся здесь закончим это было 57 глава первой книги по вдеятель арстерны храм бома у меня два вопроса я по порядку первые вопросы начну с конца мы говорили по поводу дуальности мужчина-женщина отсутствие значит определенных признаков даже не два не три и так далее то есть так скажем что восприятие это нормально это прогрессивно попрошу что многие люди и не нравится разделение на мальчика девчика дихотомия черно-белая для многих людей это кажется слишком искусственно и прямо линейно я не сказал что лгбц это что-то хорошее нет вопросов возникает есть элемент несовершенства и люди это чувствуют окей тогда я вопрос поставлю по-другому а кто эти люди и что значит совершенство и как правильно потому что второе как бы кроме адам и небо я не видел чтобы он создал какого-то третьего трансгендера или лесбиянку как бы я с вами абсолютно согласен нужно понимать следующую вещь что действительно бог создал мужчину-женщину это основа нашего мира теперь но опять-таки наши мудрецы остро ощущали что и мужчина женщина сами по себе они несовершенны и поэтому поставить нужно жениться выходить замуж там рожать детей там шедухи тогда то есть именно вот в единстве противоположности мужчины-женщины вот это вот какого пола семья никакого она семья да то есть в семье мужчины женщины вот это вот дихотомия преодолевается наши мудрецы чувствовали до что только мужчин только женщина любые самые лучшие в мире это несовершенство как ни крути это то что имеется ввиду поэтому еще раз мы не за то чтобы люди делали операцию по первым не полом и нет вы против мы не за все эти лгбт мы нет так как говоря не на этой стороне но речь идет о том что опять-таки любой из полов любой и мужчина женщина не совершенны сами по себе они нуждаются в дополнение второго поэтому да вот поэтому привели прилепится чек жене сестра на плоти родить и так далее так далее и вот это вот ощущение не цельности что мужчина и женщина сами по себе не цельны она сегодня есть не только высказанных мудрецов талмуда она сегодня присутствует у всех этих вот лево радикальных феминистических движениях и так далее и поэтому люди сейчас это правильно но то что человек сегодня чувствую себя мужчина завтра женщина нам это странно мы не согласны допустим чем говорит да допустим опять-таки его никуда отмотца его исходная точка этого человека что и мужчина женщина по себе несовершенный да и с этим наша традиция согласна принципиально но еще раз решение проблемы наша традиция видит не в том что сотрем различия между полами нет и не в том чтобы делать общий туалет нет и в том что будем все ходить голые обещать внимание нет и опять таки это все это все неправильная дорога а преодолеть вот эту вот проблему ощущение не цельность несовершенства это очень острое ощущение но было многих первых оси давал у рыбы скотска было ощущение не цельности несовершенства она сегодня есть у многих и не вред и они решают по нашему мини неверно но само ощущение меры ощущения она имеет место быть мы просто даем другого решения ступана по по торе по резкой традиции цельность это мужчина лично место сия это дети это все что же я извиняюсь такой вопрос задумал что вы коротенько так отлично просто я не понимаю мудрецов и так далее они должны знать что вначале творец создал человека мужчину и женщину создал их момент это само совершенство так скажем потом уже он разделил их поэтому как бы мудрецы то должны быть в курсе что идеал он был с самого начала идеал был но опять-таки даже говорит что там хава кричала он ее не слышал в чем я говорю про человека которого создал в начале творец потом уже он разделил мотан есть дамитый мидраж как мужчины и женщины сострены вместе они были слеплены спинами теперь адам был выше и сильнее хава болталась у него она была ниже его куда шел он и она автоматически шла теперь она была смахать руками он не смотрел по бокам она кричала но не слышал да тогда она страдал мягко говоря несовершенство поэтому значит и вышли на него сон и не из ребра это все метафора мы говорили а разделил их как сиамских мужчин и женщин и подвел ее спереди так мидраж то есть они были единым целом они были венцелом далеко совершенство он не слышал мужчина не слушал женщину вся идея что люди в семье слушают друг друга в этом вся идея это то что мы учим из даша чтобы люди прислушались друг другу смотрели по бокам он только вперед и только я я я знаю как надо говорит галич до писал пел да поэтому адам знал как надо то что она там кричала даже не собирался слушать нам кажется невероятно как человек из вышли на спину кто кричит ответ можно и стремится в собственной правой те и ты единственный человек в мире она был убежден что лист на чек мире это было неправильно убеждение что еще была хава поэтому опять таки наши мудрецы несомненно знали да что были мужчины со стороны вместе и даже там в этом едином творении не было ценности не было совершенства тогда слышный пошел другой дорогу мы пойдем другим путем окей но я просто хотел сказать опять таки что это любая дихотомия да она несет себе некую проблему некое чувство ценности совершенства в принципе невозможно только творят совершение но вы привели один из мидраше я так понимаю правильно есть другое и не один что в принципе адам решен он был как бы нечто среднее такое совершенный сам себе не мужчина не женщина никакой спиритом не было окей первый вопрос который должен быть первым часто часто упоминали в объяснении в рамбомах что касается понимания человека правильного понимания определения бога и так далее ссылаясь на логическое мышление науку на человеческую логику и так далее на вопрос а то есть и вопрос который исходит со что я очень недавно прочитал такую мысль что во-первых кто сказал что логическое мышление оно правильное и во-вторых что самое главное бог нелогичен у него нет логики человеческая точки зрения естественная логика этого я не знаю что это такое я имею ввиду применительно человеческой логики а мы как правило ищем логику объяснение что в принципе то что вы говорили хороший пример это и элевантный подход так сказать все равно что кислое мерить метрами или килограммами вот я хотел спросить спросить а а а а что значит мыслить правильно в таком случае что значит мыслить нелогично в чем заключается нелогичность мышление научиться правильно нелогично мысли как научиться правильно логично мыслить нелогично потому что логик логика нам мешает мы изначально как бы заблуждались мысли рамбом убежден какие древние греки как и платон сократ и аристотель что логика это одна из важнейших добродетелей которые нужно постигать и опять таки я напоминаю что еще даже в девятнадцатом веке германии казиноска царской россии нет логика гимназия то есть в древней греции опять-таки там были предметы которые мы сидим там риторика логика опять-таки и аристотель и рамбом носится так как мы я упоминал что логика для них и растут ламбом это искусство раз но это искусство которое можно постигнуть логика вот и по аристотель и парам баму это вещь который человек познает и себя и мир и всевышнего поэтому вот тут у рамба моего логика он что-то доказывает опирается как на доказано идет дальше да неважно понял ты или не понял да в конце каждой главы он говорит ты увидел я тебе доказал ты понял что раз два три и потом это уже само собой разумеешься поэтому с точки зрения рамбом а нужно учиться мыслить логически а а логичность нелогичность это вещь отрицательная эта вещь вот невест поэтому постоянно находит логические противоречия у глупцов у разных мутакалим у разных там ашаритов да значит то есть вот именно здесь вот аристотель рамбом имеют логику в самом классическом понятии до что как бы причинно-следственная связь доказательный аппарат и это опять таки вещь которая и древнегреки рамбом утверждали можно научиться гриста на правильного часа не смысле правильно думать или верить есть некая методология некая методика некая наука который позволяет сказать это доказано это не доказано это правильно доказательство это неправильно вот в этом контексте да вот это вот это некий аппарат и рамбом здесь не разделяет научный это религиозный аппарат это некий аппарат познания мира который при себе человека и общество и разные науки это все логика она применима в сущности ко всему включая там к музыке можно разбить на ноты будет определенно музыкально логика вверх-вниз подниматься что мы слышим как красиво или как некрасиво например ритм например там у них там значит были танцы театр древних греков да должен быть определить все это там из барабана ударники установки там зают ритм до быстрыми затронули эту тему это мой конек я музыкант могу бесконечно говорить я тоже мой конек слушать музыку я не играю ни на одну секунду я просто хочу сказать что я просто хочу сказать что вот эта вот логика она применима и по древним грекам и по рамбому абсолютно ко всему и к религиозным дисциплинам и к человеку и к естествознанию и даже к скульптуре живописи музыки о как поэтому опять таки это логика это не вера во что-то это средство мци и вот изучение всех сторон жизни познания всего логика это покой вот набор набор мышления что ли да я не говорил что это вера отлично я просто уважаю логику я говорил по другое как относиться к тому что мы в принципе логически не мы можем понять бога даже осмыслить как-то даже представить логически логика нам как бы не нужна в понимании бога доказательства не доказательства здесь вот в чем что мы применяем человечеству божественно это другая логика поэтому опять таки когда каббала говорит сложные вещи как такое может быть они это не согласуются с нашей логикой нас божественно согласуется понимаете поэтому рамбом никто не нужно потому что мы не понимаем бога ответ нет ровно наоборот мы просто одна за один из путей понять божество постоянно горит абстрагироваться абстракции он это слово поменял несколько раз даже в этой главе да поэтому умение абстрагироваться менее воспринимать абстрактные мысли идеи так не образы да это очень важная вещь например сегодня там последние разделы там это как раз то что я говорю абстракции абстрагирование это уход от логики рамбом нет рамбом и сам не согласился рамбом определяет ну рамбом если бы он жил сегодня я думаю он бы написал именно с другими книгами не факт потому что я все больше и больше в общем-то убеждаюсь и слышу и читаю что логика все меньше и меньше работает в наше время на 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 нет еще раз рамбом сами согласился еще раз он дает некий логический аппарат который позволяет опять таки понимать что есть другая логика то есть также кучики там из на геометрия на в 2d в двух и деменциях идея геометрия в пространстве да это разные геометрии ну и там и там я буду хотеть сказать что логика логика помогает нам мыслить не логично нет логика нам помогает мыслить логично нет еще раз вы не поняли рамбом логика помогает нам мыслить логично одновременно указывая нам на границы нашей человеческой логики вот так спасибо вам еще вопросы спасибо рамбе мне кажется рассказали как по нотам надо смыслить может да да это я надеюсь сейчас по средам будем что не будет отменяться два слова буквально свои пять копеек не могу про музыку сказать из музыки меньше логики и есть естественно логика на музыке есть совершенно свои четкие законы построения законы гармонии и так далее рамбом это все быть логика просто другое да музыка начинается с математики а математика понимаете математика это ритм вы упомянули ритм ритм это основа всего особенно в музыке как говорил генрих лингаус величайший пианист и основатель до сих пор продвинутой фортепианной школы он говорил что библия музыкантов начинается в начале был ритм спасибо ватан всем тогда добрый вечер всего наилучшего будьте здоровы социально не расслабляемся и учимся дальше всем счастливо пока спасибо всем пока до свидания всем пока всем здоровья пока 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 и